этим видео я открываю коротенькую серию о восстановлении васковского банка такой рубанчик удалось мне купить на рынке в таком состоянии все железка разбита если обратить внимание прижимной винт просверлен специалистом где-то градусов на 80 наверно не строго перпендикулярно железки я думал это просто болталась а нет это действительно ну хотя я не знаю может быть это задумка инженеров но я считаю что это неверно то есть он будет заменен естественно железка похоже не родное даже не считается не вся есть клеймо какой-то клеймо восковской оригинальный на есть восковский завод но я считаю что она не очень подходит банок по простой причине что вот такая вот щели огромные поскольку хочу сделать рубанок действительно который будет строгать качественно то порывшись своих запасах я нашел вот такой вот неплохую железка ленинградского вот ленинградского завода пятьдесят шестого года из совпадающей по ширине одинарная после небольшой доработки станет очень хорошо примерялся и ротик будет минимальным соответственно стружечка будет тоненькой тоненькой я думаю что его подрежу по длине для удобства вот сейчас сейчас я разберу удалю с него всю намазанную краску посмотрим что он себя представляет потребует зачистки более основательный и после этого буду подготавливать плоскости к выведению чтобы это было инструментом железа рубанок разобрал основные части у металлические все шпики нет пирующие гайки вверх она железка доходил забыл отметить что именно этот рубанок вас куске да он от них из чугуна попадаются еще стальные гнутые профиль такой вот прообразный все так смотреть за мне вот как-то больше чугунные нравится то есть интереснее работать сейчас я их намажу вот такой штукой смывка лакокрасочных изделий она чем хороша и несколько пробовал остановился на этой на гель то есть со стенок она не сползает с вертикальных вертикальных намазал запах подержал минут двадцать и смываю стоном там растворителем каким естественно носили кисточкой счастью такой щеточкой находя наносительно мягкая это не реклама информация для вот затем промоем делать естественно какой-то картон очки который потом выйдет на но и перчатки которые тоже потом придется выкинуть потому что все таки это жуткая химия с глазами прошу очень опасно да еще один момент она живет у меня мастерскую достаточно долго и не боится вот так выглядит уже после первой зачистки банок в основная часть плоских поверхностей краски удалось смыть но в углах и на необработанном литье конечно же краска осталась причем там еще и был первый слой краски оригинальный черный вот щедро щедро мазать это вот дрянью который смывка гель она очень действительно старюсь уже хорошо держится на вертикальных плоскостях прям и по углам прям залить просто не жадничать банок очищен от краски двух слоев три этаж и потому что гладкая поверхность я решил сразу все очистить что надо действительно лосковка убрал а эти части мы будем использовались для тюнинга следующим шагом подошвы это понадобится много наждачной бумаги времени и сил боковина покажу как это делается какие говорил винт удерживающий прижимную пластину на 6 был заменен шестерки которая была криво просверлены криво нарезан то есть теперь здесь восьмерка перпендикулярно железка ну и так винт не оставишь нужно вытащить какую-то рукоятку для него за который удобно будет закручивать если вот такая вот латунная бронзовая переходник три четверти на половину дюйма сейчас я из него помощи многострадального станка который у меня изначально был по металлу теперь по дереву на патрон я не выкинул я сделаю сейчас какой-нибудь симпатичную ручку вот при помощи примитивного токарника и напильника из бронзовых все-таки оказался переходник будет ручка вот такая рукоять закреплена при помощи эпоксидного клея и штифта через головку болта как видно что она болтается то есть позже я слегка молотком расплющу чтобы она приобрела чуть больше шестигранник диаметр и с натягом входила сюда по всем шести точкам и тогда можно будет уже фиксировать а здесь еще и заполнен какой-нибудь красотой кай